здравствуйте дорогие зрители с вами я жексибаева марина и мы продолжаем знакомить вас с вегетарианскими вкусными рецептами и сегодня мы приготовим тыквенные сабжи тыквы нам потребуется килограмм это не самый простой процесс порезать тыкву причем так достаточно мелко кубиками и такое количество самим его почистить но если вы будете знать что тыква содержит в себе такой редкий витамин как витамин t который способствует выведению жиров вы это наверное сделаете с большим энтузиазмом и вообще тыква она мусигонная она очищает очень хорошо печень почки и способствует снижению веса поэтому тыкву нужно учиться делать тыква у нас порезана можно приступать к приготовлению непосредственно для этого мы греем сковородочку и как всегда обжариваем пряности пока наша сковородочка греется мы подготовим соус в котором мы тыквочку потом потушим для приготовления соуса нам понадобится томатная паста томатной пасты я использую грамм 200 разбавляем где-то 1 к 3 водичкой вот так вот будет очень хорошо кладем в томатную пасту ложку соли если вы используете черную соль она не менее соленая чем обычно и две ложечки сахара чайный перемешаем до однородной массы сковородка наша нагрелась и приступаем к обжариванию как обычно сковородку в разогретую хорошенечко растительное масло хорошенько разогреваем растительное масло добавляем кориандр базилик помешиваем тыква очень любит базилик те кто любит ярко выраженный вкус лаврового листа можно его обжарить одну часть в масле а вторую уже положить когда будем тушить тыкву и в хорошенько обжаренную пряности выкладываем тыквочку перемешиваем тыкву она должна быть вся в пряностях она должна вся блестеть так как масло уже хорошенько нагрета уже прожарила себе пряности пряности отдали весь свой аромат тыквочка теперь поделится своим замечательным соком с маслом минут десять я рекомендую ее помешать дать ей возможность равномерно обжариться чтобы как можно больше плоскостей тыквы имели возможность обжариться 10 минут на тыкву уже обжарили сейчас самое время добавить сюда горошек очень красиво желто зеленое сочетание прям радует глаз такая теплота красок тщательно перемешаем вместе с горошком и добавляем томатную пасту даем возможность немножечко адаптироваться томату и лучше пока не мешать поэтому я оставлю под крышечкой и подожду когда томат паста закипит томатную закипит аккуратненько снимаем крышечку и самое последнее я кладу лавровый листик и черный перчик можно в это время перемешать достаточно аккуратно сам же не должны у нас разваливаться тыква склонна к тому чтобы развариться поэтому будьте осторожны минут на 10-15 оставляем под крышечкой ну что я думаю стоит заглянуть под крышечку и попробовать ножичком проткнуть тыквочку если она свободненько протыкается думаю что она уже готова если приготовить к такому сам же гарнир у вас получится полноценный обед сабжи санскрита переводится как овощи поэтому а их может быть очень много вида лишь бы это были овощи и лишь бы они сочетались между собой очень важно сабжи с тыквы не переварить вот такие замечательные сабжи у нас получились я желаю вам всем приятного аппетита я желаю вам всем приятного аппетита